Водопады Себастья замерзли из-за сильных холодов. В Москве наконец заговорили о договорах 1921 года. Конференция ООН по геноциду началась с музыки Комитаса. Асад назвал причины начала войны в Сирии. С 2006 года власти Турции заблокировали доступ к почти 300 тысяч веб-сайтов и доменов. Сегодня день памяти героя освобождения Арцаха Давида Сарапяна. Температура воздуха опустилась до минус 10 градусов по Цельсию в провинции Дивриги, Себастья, Западной Армении. Водопады в селе Карачавел замерзли. Замерзшие водопады и снежные окрестности создали сцены, напоминающие о Сибири. Представляем вам материал, опубликованный на laragir.am. Депутат Госдумы России Константин Затулин коснулся темы гарегины нэждепа, опубликованной в московском комсомольце статье. Он назвал нэждеп героем событий периода Первой мировой войны и в борьбе с Турцией, который справедливо не доверял большевикам, поскольку те вступили в сговор с ататюрком, в результате чего Турции отошли Карс, Ардаган и другие армянские земли. Речь идет о русско-турецких договорах 1921 года, которым через два года будет уже сто лет. Ранее об этих договорах упомянул известный российский аналитик Станислав Тарасов, который отметил, что Москва дважды безуспешно пыталась выйти из этих договоров. В российских политико-экспертных кругах об этих договорах заговорили после признания Палаты представителей США геноцида армян. Значимость этой резолюции и ее, так сказать, универсализм пока еще не осознан в армянской среде в более глобальном контексте, чего нельзя сказать о Москве и Баку. В Анкаре также. Договоров 1921 года, которые прекрасно все поняли. В Баку тут же заговорили о Нахедживане, а представитель посольства Турции в Азербайджане заявил, что Армения не признает границу с Турцией, которая определена договором 1921 года. Он заявил, что Турция может наладить отношения с Арменией только после того, как Армения освободит Карабах, признает границу с Турцией и откажется от претензий в отношении Анкары. Вы можете найти полную статью на нашем сайте. Музыкой Комитаса началась конференция по предотвращению и образованию геноцидов, организованной армянской миссией в Нью-Йорке в офисе ООН. Магер Маргарян, представитель Армении в ООН, подчеркивает. Армянский народ пережил ужасы геноцида в начале 20 века, поэтому у Армении есть особое обязательство объединить усилия по предотвращению геноцида. Председатель Центра глобальной ответственности и защиты Саймон Адамс, представительствовавший на конференции, коснулся примера геноцида против армян, напомнив, что через 4 месяца исполнится 105 лет со дня этих событий. По мнению ученых и психологов, отрицание геноцида не только неуважительно по отношению к жертвам геноцида, но и прокладывает путь к следующему геноциду. На конференции присутствовал представитель турецкой миссии ООН. Он потребовал право голоса, заявив, что последние годы Первой мировой войны были трудным периодом для Османской империи, во время которой пострадали все граждане империи. Представитель Турции заключил, что международное право не признает события 1915 года геноцидом. В ответ Генри Терриэль, глава Международной ассоциации исследователей геноцида, отметил, сегодня, учитывая все исследования, даже обсуждать отрицание геноцида армян абсолютно бессмысленно. Власти Сирии на протяжении нескольких десятилетий были слишком толерантны по отношению к экстремистам, в это и в итоге привело к войне. Так, сирийский лидер Башар Асад в интервью итальянскому телеканалу Ray24 объяснил причину начала затяжного сирийского конфликта. Ведущая задала президенту вопрос, совершал ли он какие-либо ошибки за время правления страной. Асад признался, что даже спустя 9 лет после начала конфликта государственные власти придерживаются той же политики и не считают ее ошибочной. На его взгляд, война в Сирии оказалась следствием предшествующих событий, в том числе экстремизма, возникшего в регионе в конце 1960-х годов и ускорившего в 1980-е, особенно ваххабитской идеологии. Мы были слишком толерантны в отношении очень опасного вопроса. Это большая ошибка, которую мы совершали десятилетиями. Я говорю о различных правительствах, в том числе о себе до начала войны, заявил сирийский лидер. Другой причиной войны Асад назвал присутствие в стране к ее началу более 50 тысяч преступников, которые не были задержаны. Он сказал, что для них государство является естественным врагом, поскольку они не хотят попасть в заключение. С 2006 года власти Турции заблокировали доступ к почти 300 тысячам веб-сайтов и доменов, говорится в отчете Стамбульской ассоциации «Свобода слова» за 2019 год передает Ахва. Турецкие власти заблокировали 288-310 URL-адресов. Переход к блокированию доступа к сайтам и доменам был осуществлен главным образом управлением информационных технологий Турции, причем 145 648 сайтов заблокированы только этим управлением. Согласно отчетам, новостной сайт газеты «Хурьет» возглавлял список заблокированных выпусков новостей в период с 2006 по 2019 год. Всего их было 721. За ними следует Сабах 641 и портал Т24-585. Турция также входит в число стран с наибольшим количеством запросов на удаление контента, отправленных в Твиттер и Фейсбук. Сегодня, 10 декабря, отмечается День памяти ветерана Арцахской войны, деятеля освободительного движения, писателя Давида Сарапяна «Деф». Родился в 4 февраля 1966 года. В годы Арцахской войны Давид заменил перо на оружие и отправился на фронт, вступив в ряды армии независимости легендарного Леонида Асгалдяна. Он был наделен редкими военными и человеческими качествами. Он всегда брал на себя самые сложные и опасные задачи. Он был одним из моих лучших командиров, которому я безоговорочно доверял. Он проявил свои превосходные боевые способности, особенно во время освобождения деревни Тог. Эта операция, которую он тщательно спланировал и выполнил, стала фантастической реальностью, говорит командос. Вернувшись домой после операции освобождения Тога, обычно сдержанный Давид радостно сообщает матери, «Ваша родная деревня освобождена. Теперь родной город моего отца Эрзрум должен быть освобожден также». Это была последняя встреча матери и сына. Вскоре Давид снова отправляется в Шаумян, принимая участие в бою взятия деревни Тодан, откуда неоднократно подвергались бомбардировкам армянские деревни. Там же погиб в бою, блестяще выполнив задание. Похоронен в Эраблуре. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию во храм Тадевосян Бамб Воротан. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok